центральный пляж в урзуфе забит людьми мест нет загорают стоя под зонтиком тоже люди уже все места практически позанимали посмотрите какой прекрасный рассвет море тихая стиль конечно проблематично держать телефон привет с вами виконста сейчас я нахожусь в урзуфе и давайте сделаем обзор жилья на азовском побережье нахожусь я на центральной улице там дорога идет в сторону моря и набережная с этой стороны начинаются домики здесь дается жилье один из домов сегодня вам покажу это на ленина 12 на территории дома есть своя парковка но смотрите сейчас уже начинается сезон и практически вся она забита то есть машины стоят под завязку ну плюс еще нужно здесь выехать людям двор в принципе большой места всем хватит но смотрите жилье разбирается на 1 2 как горячие пирожки есть номера как бюджетные так и люксовые по местоположению в принципе недалеко от центрального пляжа и пройтись до моря где-то порядка пяти семи минут на первом и на втором этаже есть номера заходим в центр этого дома с левой стороны там можно пожарить шашлычок имеется горячий душ и туалет я вам еще с той стороны покажу лавочка покачаться можно нажарить шашлычок сейчас вам покажу кухню там уже начинаются люксовые номера кухня имеется все необходимое 1 микроволновка 2 микроволновка 3 печки кастрюли утюг даже есть также есть вода круглосуточная есть резервуары показываю вам дальше продолжение здесь можно также помыть посуду помыть руки есть небольшая детская площадка турничок кто занимается спортом и в этой стороне тоже беседки где можно посидеть вечерком отдохнуть теперь что касается цен за бюджетный отдых вы отдаете 750 рублей с человека конец июня начало июля и продолжается аж до августа сейчас вам покажу что здесь есть по люксовым номерам где туалет душ кондиционер телевизор все в номере по 1400 рублей с человека посмотрите какой вид сейчас вам еще покажу здесь присутствуют один два три туалета а также четыре душевые кабинки в номере есть все необходимое для нормального жилья понятно что это не люкс имеется вентилятор посуда холодильник пустой но мы чуть попозже набьем продуктами зеркало я здесь красуюсь в принципе такие цены будут по всему побережью куда бы вы там не ходили в ту сторону туда люксовые номера начинаются от трех с половиной четырех а то и выше на территории этого гостевого дома имеются красивые розы посмотрите какие сочные яркие прекрасные поросенок стоит наблюдает за всем процессом здесь можно отдохнуть на лавочке и туалеты сейчас вам покажу один из туалетов вот принципе большой широкий местоположение нормальная 1 туалет 2 туалет 3 туалет здесь тоже небольшая беседка где можно отдохнуть тут почистить зубы душевая кабина и вода открывается ну летний душ обычно то есть покупаться вполне возможно на той стороне у вас будет горячая вода вышли мы на главный т-образный перекресток в урзуфе с левой стороны работает спарта кафешка там начинается уже въезд сам урзуф и по левую сторону можете увидеть маленькие ларьки которые работают с правой стороны белый аист белый аист первый продуктовый магазин внутри здесь можно купить очки всякие безделушки для моря и начинается уже самая центральная дорога которая ведет на пляж заодно сейчас прогуляемся глянем какие цены в принципе на курортах азовского побережья процентов 15-20 все равно будут выше цены как бы вы там не крутили людей конечно еще не сильно много так как еще не сезон и сейчас посмотрим актуальные цены на шаурму обычно шаурма 350 рублей шаурдок с курицей 550 рублей также можно сделать добавки себе в разные блюда трансляция футбольных матчей продукты люкс и с правой стороны уже можно будет наблюдать луна парк это единственное место где самое большое высокое колесо обозрения вечером и потом прогуляемся и узнаем актуальные цены на аттракционы пицца шаурма суши можно заказать себе здесь также чебуреки актуальные цены на пиццу 650 750 рублей 32 сантиметра 750 рублей то есть брать 4 мяса шаурма здесь обычная по 300 рублей а сорти 400 рублей мясная 700 750 кофе эспрессо 100 рублей за 40 миллилитров 80 миллилитров 200 рублей также есть небольшая маленькая карусель для детей можно ощутить себя в виртуальной реальности начинается подготовка еще других кафешек эллада будет скоро открываться в том году в это время было намного меньше людей и работало меньше ларьков это одна из крупных столовых в урзуфе сейчас мы посмотрим как здесь обстоят дела что здесь почем узнаем актуальные цены в принципе люди есть что-то кушают и заодно сейчас пройдемся прогуляемся какой здесь ассортимент и цены блинчики омлет как жареный 150 рублей печень куриная по 200 рублей биток мясной по 250 рублей крыло курицы по 300 рублей за два штуки отбивная по 200 рублей за штуку еще там что осталось в принципе уже конец рабочего дня солянка 300 рублей рыбный суп по 250 рублей вареники с картошкой 150 плов с курицей 250 и гречка 100 рублей за порцию народ конечно есть но не забито выходим на центральный пляж дорога идет в правую сторону это вдоль побережья там принципе тоже можно снять жилье сдается много номеров но не под каждый бюджет также можно на разлив парфюмерию взять очки бижутерию кольца сережки бычки таранка судак креветка сладости сало домашняя джика спускаемся мы вниз я думаю этот вид узнают тысячи людей которые здесь отдыхали кафешка на данный момент не работает friend-zone перестелили здесь деревяшки мостик сделали в том году было много здесь пропусков поставили соломенные зонтики из соломы из камыша и в принципе сам пляж на берегу можно помыть ноги после того как покупались и сделали видите такой плавненький спуск и чуть дальше там у нас уже начинается ступеньки песок холодный но это море как не крутите с левой стороны лежаков уже не видно только здесь остались вышка с которой наблюдают спасатели и само море азовское море считается самым полезным если сравнивать допустим черным морем потому что здесь содержится больше йода и полезных веществ для кожи и организма человека время сейчас 1929 в принципе народу не сильно много завтра с утра пораньше я приду покажу вам во-первых рассвет и количество отдыхающих которые будет приблизительно здесь в 11 12 часов дня вообще желательно на море находиться максимум до пол 11 до 11 потому что начинается самое пекло и можно обгореть получить ожоги поэтому приходите где-то в часика всем утра посидите до 10 до 11 и потом приходите уже спокойно после трех часов катается на водном скутере также присутствуют здесь таблетки бананы заказали две пиццы маргарита 550 рублей быстрая вам распаковочка помидорчики сырок перец и пепперони 650 рублей с оливками и колбаску добавили принципе на вид очень аппетитно первое впечатление в принципе пицца нормальная свежая помидорки сырок на берегу азовского моря под зонтиком почти оливки ну и хлеб мягенький не толстый в принципе сочная нормальная залетел в азовское море и давайте расскажу что здесь происходит нахожусь я сейчас в урзуфе это центральный пляж зонтики из соломы и в принципе можно вам быстренький обзор сделать море сейчас очень холодное время 20 05 людей уже практически нет все уже давным-давно собираются в лунопарк прежде всего хочу сказать по дороге из донецка в урзуф положили абсолютно новый асфальт по времени с манны до центра урзуфа мы доехали за час 45 это с остановкой на заправке что касается актуальных цен на жилье на данный момент цена составляет за одного человека в сутки 500-750 рублей номер будет простой без удобств допустим душ туалет на улице кухня общая внутри у вас будет две кровати тумбочка шкаф холодильник и вентилятор в принципе обычный гостевой дом если вы хотите номер получше люкс улучшены то соответственно 1400 1500 рублей с человека в сутки соответственно там будет кондиционер телевизор холодильник в общем все как вы любите но цена соответственно кусается если допустим семья из трех четырех человек то в среднем 1400 за человека вы будете платить если будете жить в люксовых условиях в принципе по побережью азовского моря милекина мариуполь белосарайская коса урзуф бабах тарама цены приблизительно одинаковые в том году были немножко подешевле если у вас намного меньше финансов то принципе можно самому готовить общая кухня и в принципе вы сэкономить еще немаловажный плюс это то что местоположение в принципе от донецка потратить два часа и вы уже будете на берегу азовского моря если вы хотите поехать в крым то минимум через чангар вы будете ехать ну часов 12 если ехать допустим ялту в то же сочи краснодарский край то в принципе там цены будут намного дороже чем в крыму сочи обычный номер люксовый снимите там квартиру либо в гостевом доме будет начинается от 4 от 5 тысяч рублей в крыму цены немножко подешевле то есть если так брать в среднем по ценам то две с половиной три тысячи рублей сейчас на начало июня середина июня но может немножко концовка июня вы можете снять жилье июль август цены начинаются от четырех с половиной и пяти тысяч и выше с каждым годом все дорожает но мы ничего сделать не можем ну такая у жизнь поэтому я иду дальше здесь присутствует 2 мель надо не забыть что у меня еще микрофон в руках я надеюсь вы меня хорошо слышите в принципе старайтесь выезжать по возможности на море каждый год потому что это все таки ну море это отдых и смотрите у меня принципе рост не сильно высокий то здесь 2 мель в принципе будет где-то по колено время 8 часов вечера закат у нас потрясающий и мы куда-то отплываем даль в принципе завтра я вам еще покажу набережную покажу центральную улицу время все-таки уже позднее все начинают расходиться а вечерком мы заглянем в луна парк зашел еще в магазин это на т-образном перекрестке вода питьевая 3 рубля за литр можно со своей бутылкой прийти и набрать теперь по ценам майонез лавалия 65 рублей за 170 грамм принципе цены такие же как в донецке но может немножко с накруткой потому что доставка продуктов все-таки должна включена быть стоимость мак май майонез 60 рублей за 180 грамм это 67 процентный горчица урожай тортики сладости тушенка даже есть сельдь филе 180 рублей за упаковку паста 160 рублей за 150 грамм скумбрия селедка какао шоколад детское питание для детей йогурт и соусы майонез такой большой союзный 220 рублей за 600 грамм сметана творог это кефир однопроцентный добрыня донецкий 55 рублей плавленый сыр сардельки это бердянский мясокомбинат емко это янакиева принципе цены вот 610 рублей за килограмм колбаса детская буженина колбика 865 рублей это сервелат 767 но и подороже есть позиции 1515 2 тысячи рублей теперь помидоры смотрите вот как выглядит домашний помидор вот так принципе это не теплично это выращен в обычных условиях цена его 205 рублей помидор красный обычный по 200 рублей картофель молодой по 70 в принципе овощи презентабельно выглядит морковка вообще почищенная виноград 365 абрикос 350 помидор черри маленький по 250 рублей лимон по 140 здесь отдел со сладостями мороженое принципе все донецкие производители геркулес геркулес пломбир в стакане это на развес мороженое больших упаковках сникерсы и простоквашина пломбир принципе по ценам обычный разжог от 35 рублей это в вафельном стаканчике и до бесконечности то есть максимально это 255 260 рублей яйца по 115 рублей рис есть гречка по 60 соль по 25 за килограмм сахар по 90 соль экстра по 50 рублей за килограмм помол маленький замороженные полуфабрикаты пельмени это мясо уже в принципе можно брать сразу же на шашлык антрикот по 495 рублей четверть 285 принципе все еще в нормальном состоянии презентабельно даже есть тушка куриная взяли курицу и можно ее запекать из себя на мангале отдел сыром колбаса варенка таранка селедка сель 285 рублей также есть горячительные напитки квас по 45 рублей пиво по 60 рублей быстрый ужин что у нас сегодня на обзоре чайок гринфилд слабада майонез кетчуп акмай сардельки шпикачки хлеб батон и помидор розовый бизон вместе с сырком и на закуску черноголовка это что кругицы кругицы она покажи это куриный сыром это чисто в микроволновке или как а я вообще красота время без 15 10 вечера выскочил на центральную улицу в урзуфе давайте покажу вам вечернюю атмосферу на азовском побережье с левой стороны у нас кафе ска спарта локация где все фотографируются с большими ногами здесь выезд в сторону трассы и сам урзуф вечером белый аист конечно народу не сильно много но я думаю недельки две-три пройдет и здесь будет максимальное количество людей давайте сейчас покажу вам атмосферу в лунопарке это единственное место где можно сюда залететь с детьми и в принципе хорошо провести время немножко попозже покажу вам актуальные цены на аттракционы и ведь и в принципе людей здесь намного больше чем на центральной улице вот эта вся движуха представьте завтра будет врываться на пляж самого утра прокат мотоциклов машинок видите большой какой фургончик принципе можно будет покататься призовой тир прокачка машин это у нас луна парк продается попкорн мед пахлава с левой стороны что там играют в хоккей 3d 9d очки виртуальная реальность это само колесо обозрения там чуть дальше машинки и в принципе видите возле кассы стоит толпа народу сейчас вам покажу актуальные цены на аттракционы заскакиваете на кабинку и в принципе кругосветку делаете сейчас вам цены покажу колесо обозрения 150 слоники 150 цепочка 150 монет 150 в принципе везде по 150 большая цепочка и автодром по 250 горка 200 и батун 250 рублей раскручиваю здесь на максимальную мощность и принципе человек летает колесо обозрения высокая принципе можно будет покататься один паренек прыгает и сейчас вам покажу еще качелю вот первая качеля это дракончик вот маленькая качеля она не работает а это машинки можно покататься вспомнить молодость в принципе одни взрослые ездят мне кажется сильно много машинок не успевают разминуться поэтому нужно будет аккуратно ездить чтобы не врезаться в друг друга вот такая вечерняя атмосфера в урзуфе это луна парк показал я вам некоторые карусели в принципе с прошлым годом поднялась цена практически на все вот такие билеты выдают колесо обозрения в принципе покупаете подходите к человеку он забирает вас вот эти два жетона и можете кататься один круг вот это на большую цепочку залазим на колесо обозрения лучше всего кататься когда на улице видно потому что сейчас вы не видите ничего кроме там где есть подсветка мы на самой вершине этого колесо обозрения он в начале спарта где вам изначально видео начинал вечером и здесь центральная улица которая идет на море принципе все вот это вид сверху на них страшно да вот тут тоже сидеть страшновато если особенно вот так сверху вниз смотреть на колесе обозрения покатался взял билетик и покажу вам как на вот этой чертовине катаются здесь парень регулирует частоту вот секундомер пульт управления и смотрит как это карусель останавливается сейчас будем пробовать вот еще детская карусель маленькая немножко попроще до золотая поднимаем верхушку присаживаемся в принципе вот такой вид снизу ноги и верхушка ремень безопасности как на корче и полетим шлепки оставляем здесь потому что они улетят кому-то на голову есть народ и постарше врывается на такую карусель я думал одна молодежь но деды тоже хотят ощутить ветерок на этой карусели покажу вам от первого лица карусель в урзуфе принципе поднялись мы уже на какой-то этаж и начинает раскручиваться это карусель хорошо слушайте конечно проблематично держать телефон уху дух захватывает если вот так вниз еще посмотреть в принципе скорость не сильно большая но так интересно раскручивается можно отдать 250 рублей получить небольшой адреналинчик и и вот колесо обозрения в принципе мы на самой верхушке практически уху и хуу нормальная карусель главное реально шлепки не обувайте либо в кроссовках потому что голова может закружиться и вы не удерживаете свою обувь у вас кстати голова не закружилась от этого видео потому что в одну сторону все крутится я думаю скоро это все закончится уже прикольная карусель в принципе нормально ничего не пищит не шумит можно покататься а уже начинают нас спускать в принципе нормально не сильно прям и высоко так что кайф получить можно а и и и и и и и н�데 и вот такая вечерняя атмосфера в урзуфе время уже 12 час все расходятся по домам ну и потихоньку идем на завтра уже будет новый день и новые видео время пол пятого утра и посмотрите на центральную улицу в урзуфе пустота вот сейчас надо как раз выходить на море солнце еще не видно что в эту сторону пацаны стоят кофеек пьют что в другую сторону никого но еще довольно таки прохладно но если залезете в море эту водичка будет теплая потому что воздух еще недостаточно прогрелся и когда вы выходите наружу с моря с воды то кажется что на улице очень тепло на самом деле это разница температур так как вода еще недостаточно нагрелась но на улице не сильно и жарко сейчас будем смотреть на рассвет а то вы там блин спите еще ави констов 515 уже идет на море кто не подписан на мой telegram в поиске вводите викон 100 ищите меня и подписывайтесь там выходят новые фотографии и видео намного раньше чем на ютубе и в соц сетях уборка идет полным ходом посмотрите какой прекрасный рассвет море тихая стиль блин ну не красота же вот вы говорите людей нет то зачем вам люди вы что приезжайте на людей посмотреть прежде всего я допустим приезжаю на море посмотреть покупаться отдохнуть вот людей нет а там никого нет а вообще я такой человек чтобы мне допустим чем меньше людей тем лучше для меня во первых меньше народу зато по головам ходить не надо во вторых то есть вы приезжайте уединиться с природой восстанавливаться оздоравливаться допустим мне больше так нравится в общем водичка сейчас вам скажу у ледяная надо будет как-то собраться и залезть и покупаться потому что не зря пришел время 521 там сторона бахтармы там мариуполь и прекрасный рассвет немножко прогреем ноги изначально и потом будем пробовать заходить ведь я разметили все бутылками буйками полосы здесь сейчас пару-тройку часов пройдет прикатят бананы таблетки и принципе можно будет покататься и вот вдали рассвет солнце только недавно встала так ну что заходим штиль полнейший блин но эти ощущения вы должны на себе испытать утром заходите в море классная закалка его кстати пеленгасик впереди плавать поплавайте хоть со мной то вы там в 525 утра еще наверно спите дома у себя в тепленькой кроватке ой не хочу вставать умываться авиаконство тут на море уже плавает полным ходом кстати вот вторая мель уже начинается недолго я прошел где-то порядка сколько 35 может 40 метров и начинается вторая мель принципе даже по пояс мне и сейчас вам покажу береговую линию вот вид с этой стороны песочек море пацаны тоже купаются где мы еще с вечерка здесь остались на море встречают рассвет ну ничего скоро по домам все пойдут то и я пойду блин ну реально мелко посмотрите пройдемся немножко дальше вот еще вдали один буйок за который заплывать нельзя а так принципе он ребята уже на пробежку выходят но время как-никак позднее уже 526 а блин ну красота же если так прикинуть то если вы хотите поехать вдвоем то по 750 рублей с человека это полторы тысячи в сутки это если за бюджетный номер за 10 дней 15 тысяч рублей ну и как минимум тысяч 20-25 нужно взять чтобы там покушать разные вкусняхи покататься на бананах катамаранах на батутах сходить там отдохнуть куда-то в кафешку пожарить мясо если вы допустим захотите семьей поехать куда-то на море и снять люксовый номер где будет кондиционер душ туалет внутри то полторы тысячи за человека то есть смотрите 4 с половиной 4 200 в сутки 10 дней это 42 тысячи практически в два раза дороже те люди которые берут люксовые номера по сути они целый день все равно там не находятся максимум переночевали покушали покупали сходили в туалет и пошли на море вот и все с утра вышли вечером пришли если вы где-то целый день под зонтиками еще лежите снимаете шезлонг то принципе вы только платите за ночевку и условия те что у вас есть в номере есть конечные люди у которых бюджет не такой большой как у остальных людей кто снимают люксовые номера поэтому немножко они экономят на номерах видимость воды порядка метра может даже чуть меньше потому что вчера все-таки небольшой шторм был водичка взбаламутилась плавайте наслаждайтесь закатами рассветами на море блин ну вообще ну просто великолепие если у вас есть хоть какая-то малейшая возможность приехать на море на отдых на природу то обязательно пользуйтесь этой возможностью все-таки это память когда вы наедине с природой вы только тогда отдыхаете пришли там на море пару часиков покупались и состояние у вас внутри намного лучше становится чем допустим до принятия водных процедур и смотрите долго на пляже не задерживайтесь максимум до пол одиннадцатого до одиннадцати сразу домой потому что солнце печет пришли домой покушали отдохнули и после трех после пол четвертого можно принципе уже на море выходить потому что не так жарко и до шести до семи можно спокойно здесь отдыхать ну что вам еще тут показать но море все равно через экран вы не ощущаете те чувства которые я испытываю прямо сейчас вот это прохлада легкая солнышко которое светит прямо в лицо ну просто за сказка поэтому приезжайте и отдыхайте с моря вышли теперь греемся на солнышке утреннюю ванну приняли на часах без 7 минут 6 врываемся обратно в номер купаемся завтраками принципе можно уже выдвигаться на пляж солнышко уже начинает прогреваться я думаю часика полтора и будет жара заскочил на рынок с утречка а почем кукуруза 150 закачан кукуруза 150 базар не гудит купальники плавки это что крокодил пирожки рыба бытовая химия картошка яйца домашние здесь помидоры черешня и принципе там еще дальше овощи и фрукты кабачки есть вентилятор даже стоит интересно продают или нет вино аджика клубника что здесь еще есть таранка судак это 60 за штуку здрасте а 600 раз два три 4 5 за 5 штук до 600 рублей креветка то у нас осьминоги кальмары рыба и креветка отдел с фруктами и в принципе вот такой рынок рынок еще слабенький время 12 минут 9 я думаю еще пару недель пройдет и здесь будет все гудеть судак по 1000 рублей за килограмм надо будет веточку взять ну по 1000 рублей за килограмм 450 рублей все ровно можно взять и мне это до судака до 3 штучки давайте спасибо а балык у вас почем вот этот понял спасибо а сколько балычок вообще выходит один ну да поскольку понял спасибо сувенирная лавка можно кружки чашки взять любимому внуку из урзуха дочки сыну все на море идут время уже сколько 20 минут 9 и движуха отправляется в сторону берега время полдесятого утра покажу вам утренний урзу колесо обозрение на месте максимальный сет цена 3 300 рублей минимальный 950 рублей 400 грамм и 1300 грамм соответственно продажа безделушек рыба но в среднем цену вы уже узнали это 1000 рублей за килограмм что судак что таранка азовская ну и балычок где-то будет порядка 500 рублей 600 рублей за штуку если брать поштучно бижутерия безделушки мячи футбольные волейбольные уголь можно взять мошкара какая-то появилась на красном солнышке видно хорошо сейчас спустимся на пляж посмотрим количество отдыхающих вот в чем разница когда я был утром пять часов утра море точно такое же пляж точно такой же и природа вокруг такая же сейчас порядка трех часов прошло и в принципе все кардинально поменяется единственное что поменяется это количество людей вот стоит ли оно того допустим говорить и людей нет а зачем они надо эти люди пришел быстренько покупался спокойно час не толпится никуда вообще не надо ничего пастилку положил и все эти мошкара прямо в рот лезет но комары кстати не кусаются в столовке народ есть потихоньку кушают все и в принципе перекресток главный на котором вниз дорога идет на центральный пляж слева гостевые домики и справа точно такие же гостевые дома единственное расположение то есть до моря здесь раза на 2 короче чем с того места откуда я шел спускаемся вниз на пляж сейчас вам покажу атмосферу на золотском побережье время пол 10 утра и посмотрите количество отдыхающих с правой стороны здесь зонтики можно выпить охладительных напитков батут для детей и вот центральный пляж в урзуфе можно также арендовать лежаки взять на прокат до самого вечера и теперь нужно идти искать место место на пляже все самые злачные места занимают самого утра но я вам покажу сейчас что здесь вообще творится солнечно погодка хорошая ветер не сильный вот шары на которых можно покататься внутри бананы батуты креветка кукуруза кстати качан кукурузы 150 рублей здесь также загорают на берегу ну в принципе такая атмосфера а то вы сейчас посмотрите видео то людей нету надо приехать ребята если увидели видео сразу собирайтесь и ездят потому что через неделю через 2 будет просто забито толпы людей будут загорать стоя потому что реально места не будет здесь тоже зонтики развернули можно полежать на лежаке чтобы не на горячем солнце ну и в принципе берег здесь точно такой же можно самому зонтик развернуть и в принципе загорать сейчас пройдемся вместе с вами по береговой линии посмотрим как раз количество отдыхающих ну и сам берег в принципе берег здесь песчаный детворе плавать самое то потому что здесь не сильно глубоко если сравнивать с черным морем то вы в принципе заходите сразу буквально два с половиной три метра проходите и у вас начинается сразу резкий обрыв здесь видите плавненький заход в воду поэтому для детей это вообще отлично ну для взрослых вот так ходить по шею это надо где-то метров 250-300 от берега отойти чтобы зайти именно поглубже надувные штуковины на которых детвора прыгает видите водой смачивает там наверно поминутная оплата в принципе это все работает катамараны потом будут сюда приплывать прогулочные катера даже видите есть столик посмотрите сильно долго на солнце не оставайтесь потому что можно перегреться если сразу заходите на центральный пляж то можно немножко либо влево либо вправо пройти все таки людей будет поменьше потому что здесь сразу же не отходя от кассы люди стараются лечь не хотят дальше идти вот видите прям толпы заходят и сразу же тут будут размещаться на этом пляже таблетки водные скутера надо будет еще узнать какая стоимость проката сразу же там не выдают и жилеты обязательное условие амбуднирование а сколько стоит покататься понял 400 рублей 5 минут в этом кругу поболтыхаться сейчас узнаем сколько на водном мотоцикле шайба и банан а сколько водный мотоцикл стоит банан 500 рублей а шайба 10 минут 5 в общем услышали сами цены и в принципе можно так идти дальше тоже люди есть алхимик открыли еще заведения там можно выпить и охладиться напитками вот шайба в принципе ракушняк ножками ходим разминаем пятки кафе столовая домашняя кухня будет открываться эти еще надувные карусели не надули народ начинает скапливаться ну вот это мне и не нравится потому что все таки когда утречком пришел спокойно не спеша лег и все а тут сейчас блин искать это место по головам все ходят песок этот сыпят в глаза ну ничего не поделаешь это пляжный курорт вы здесь не одни отдыхаете поэтому такое будет происходить везде песок еще не сильно горячий что касается комаров комары вчера меня не покусали ну и берите брызгалку обязательно фумигатор вставляйте на вечер на ночь чтобы вас не кусали под зонтиком можно здесь разместиться так что в принципе все работает все нормально либо самому зонтик расчехлить и отдыхать ноги помыть можно после выхода с пляжа ну в принципе все что вам тут еще показать море есть море когда показываешь это все через экран то вы ощущаете это все по-другому вот я сейчас здесь нахожусь вот прямо сейчас наступает этот горячий песок у меня ощущения совсем другие ну а вам я хочу по максимуму передать вот эти все эмоции которые я испытываю поэтому если есть какая-то возможность обязательно приезжайте хоть на день хоть на два хоть на три дня здесь очень круто на катамаранах катаются чем дальше от центра начинаю отходить тем соответственно людей здесь меньше видите местами то есть люди то нет людей динозавры эти тоже работают на сапе можно покататься одеваете на ногу штуковину чтобы не потерять его и принципе отплываете жилет надели и можно плыть далеко-далеко что и не видно будет на море всегда берите с собой головной убор потому что буквально 10 минут без шапки голова квадратная становится и вообще ничего не соображаете а на море это такое дело пошел окунулся перепад температур и целый день потом голова будет болеть поэтому кепочку либо панамочку нацепили и можно уже нормально передвигаться спокойно зная что голову точно не напечет вид на самый центр пляжа и посмотрите люди спускаются вниз вот эти все от ребята которые идут они будут размещаться где-то на этом пляже зашел туда влево вправо хотя бы порядка 100 метров чтобы не по центру лежать и старайтесь поближе все и берегу чтобы выскочили сразу на песочек перьяши без икры по 100 с икрой 200 и 250 с икрой красавцы а давайте мне связочку это сколько в общем таранка по 50 рублей азовская жарища страшная кукуруза такая по 150 рублей чуть дальше можно найти это если по берегу там дед ходит по 200 рублей продает так что если хотите чуть сэкономить полтинничек вышли чуть повыше сюда прогулялись и по 150 взяли людей забито так это время уже обед никто не собирается домой потому что подстилку вечером уже негде положить будет центральный пляж в урзуфе забит людьми месть нет загорают стоя если вам понравилось это видео не забывайте подписываться на канал телеграм-канал пишите комментарии с вами был в иконс на до новых встреч пока 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 и